Рафаэль, сейчас в Государственной Думе появилась инициатива возможности сдавать не только единый государственный экзамен, имеется в виду ЕГЭ, но и вернуться к традиционной форме сдачи экзамена. Я так понимаю, вы прекрасно помните, когда еще сами поступали в университет, у вас еще был классический экзамен, потом был этот переход к ЕГЭ. Как вы считаете, сейчас, если будет возможность выбора, это каким-то образом отразится на знаниях, на уровне подготовки абитуриентов, будущих студентов? Вам это вопрос как к преподавателю? Здравствуйте, Александр. Действительно, я о такой инициативе слышал в Государственной Думе. Более того, к проблеме ЕГЭ из года в год все более обращают внимание наши чиновники. Вот и президент, обращаясь к Федеральному собранию, заявил о том, что, возможно, ЕГЭ можно будет пересдавать. То есть, не одна попытка будет, а две. Что, кстати, разумно, надо сказать. А касательно этой инициативы от Государственной Думы, которая была на днях, то, как я понимаю, ЕГЭ не отменяется или не делается такой, что абитуриент будет иметь соответствующий выбор, альтернативу сдавать традиционный экзамен или ЕГЭ. А дело в том, что если он от ЕГЭ отказывается, то он не может поступать и в высшие учебные заведения. То есть, сдавая традиционные экзамены, он сможет поступать только в колледжи или техникумы. Вот. И тем самым, значит, дорога в высшее образование сразу после школы закрыта. И либо, окончив колледж или техникум, тогда можно уже поступать в университеты. Но, по сути дела, это и так ничего не меняет. Любой учащийся, например, после девятого класса может уйти в колледж или техникум, окончив его, поступить в высшее учебное заведение. Ну, начнем с того, что вообще непонятно, хорошо сдавать экзамен, вместо ЕГЭ сдавать экзамен. Во-первых, я тут поняла, что это идет речь и про высшее образование уже в этом законопроекте. Тут про средние, значит, я так поняла, по крайней мере, читая. Значит, стоит вопрос о том, что, значит, теперь по выбору гражданина он может либо учащегося, да, он может либо сдавать ЕГЭ, либо при поступлении еще сдавать обычный экзамен, как это сдавалось там, условно, в советское время до сдачи системы ЕГЭ. А вот законопроект не описывает, здесь не сказано, что, допустим, они предлагают, значит, в школе сдавать на выбор либо ЕГЭ, либо обычный экзамен. А в институте как тогда? В законе этого не прописано. Что тогда возвращается к той системе, как это было в старое время, как это было в советское время в наше, да, что мы сдавали экзамен и в школе, и мы сдавали экзамен в институте. В общем-то, закон не дает ответов, понимаете? Вот вопрос-то в чем. Это все конъюнктура, потому что это не решает проблему в принципе. Вот. Надо принципиально принимать политические решения. Сохраняем мы ЕГЭ или нет? Как форму аттестации, с одной стороны, а с другой стороны, как форму поступления. Потому что к ней уже привыкли. Привыкли дети, родители, учителя. А если ломать систему сейчас, то это опять, условно говоря, взрывать школу изнутри. Вот. У меня, честно говоря, вот так вот, навскидку, нету даже правильного ответа на сей счет. Поскольку к этой реформе надо подойти очень осторожно и проводить ее медленно, с тем, чтобы был какой-то переходный период. Пока эта инициатива просто как-то дала много инфоповода, но по существу я никаких изменений, наверное, не вижу. Касательно своего опыта. На самом деле, я попал вот в такой переходный период, и я сдавал несколько предметов ЕГЭ именно. Поэтому я помню, что это такое. И в университеты же можно было либо давать вот это соответствующее заключение по ЕГЭ, как сертификат, свидетельство уже не помню называлось, либо сдавать традиционный экзамен. Сейчас только ЕГЭ. Вот какие-то плюсы от ЕГЭ вообще есть или нет? Я полагаю, что есть, потому что тем самым была преодолена коррупция. Можно было из регионов, из глубинки попасть в какое-нибудь высшее учебное заведение Москвы. Но из года в год ЕГЭ становится все сложнее. Первая часть, а, она там более-менее ее могут сдать люди. Ну, чтобы просто ЕГЭ сдали и все. Но другие, часть Б и часть С, каждый год усложняется. И чтобы ее сдать, учащимся нужно, наверное, уже даже не с девятого, а еще раньше классов работать с репетиторами, работать самому. Потому что школьной программы недостаточно, чтобы сдать условно ЕГЭ на сто баллов. У меня к закону очень много вопросов. Здесь в пояснительной записке они указали, сколько суицидов, сколько, значит, люди выпивают лекарств, когда готовятся к ЕГЭ. А у меня вообще, а где статистика, почему не приведена при сдаче единого госэкзамена у нас образование, у учащихся, оно повышается или понижается. На мой взгляд, как можно сдавать литературу, условно там ЕГЭ, тестами, да, значит, гуманитарные науки, как можно сдавать ЕГЭ. Я всегда была против этого. На мой взгляд, это неправильно. Или, допустим, точечные науки. Вот мы, сдавая экзамен по алгебре, по геометрии, по физике, мы решали задачи прикладные, то есть прикладной материал. Вот на мой взгляд, вот эта проблема у нас сейчас в образовании, а не то, что можно пересдать там какой-то из экзаменов. Понимаете, какая-то хромая утка получается. Мы какие-то полумеры принимаем в системе образования, ну, предлагаем их, по крайней мере. Во-первых, и сам закон не прописывает до конца, а в институте или в техникуме в том же, будут сдаваться экзамены или нет. Внедрять в уже существующую систему какие-то нововведения, которые, в принципе, не меняют саму систему. Мне кажется, это бесполезное занятие. Это просто конъюнктура, связанная с президентским посланием. Вот и все. Кое-кто решил просто попиариться на этой теме. И тут надо собирать специалистов, прежде всего, учителей, директоров школ, руководителей высших учебных заведений, самих детей, старшеклассников. Вот, кстати, у нас обычно решают все за детей и, значит, не спрашивают их мнения. Я имею в виду продвинутых старшеклассников, которые соображают в этом. Чтобы они показали, что на самом деле происходит на Земле. Вот. Но то, что система ЕГЭ, она, по сути дела, разрушила фундаментальность нашего образования, так бабки не ходи. Более того, в старшей школе, в десятом, в одиннадцатом классе, по сути дела, половина программы не проходится. Если, например, мне нужны для поступления в ВУЗ история, там, литература, русский язык и общество знания, то я фактически забиваю болт на математику, физику, химию и т.д. и т.п. И наоборот. Если кому-то надо медицинский институт, там, химия, биология, вот, они абсолютно забивают болт на гуманитарные предметы. Ну, куда это годится? Мне что не нравится, что вносятся законопроекты, которые абсолютно не дают понимания, как будет этот механизм работать. Он как-то однобоко, значит, в этом законе четко не прописано. Видите, мы даже с вами и то не поняли о среднем, либо о высшем образовании. Тут пояснительно это не сказано, записки. Вот. Но не решается вопрос ЕГЭ. Не решается вопрос. А я считаю, что в первую очередь мы должны, либо мы оставляем эту систему, и тогда она у нас действует, что, на мой взгляд, неправильно, либо мы ее кардинально меняем, возвращаемся к той системе, которая действовала в советское время. Единственное, что я хочу сказать, что система, которая действовала в советское время, на мой взгляд, она правильная, мы сдавали и в школе, и при поступлении экзамены. Она должна быть единообразная. Допустим, если вузы сдают экзамен условно по алгебре, по геометрии, то они должны быть единообразны во всех высших учебных заведениях. В обществе мы также наблюдаем такую вот сегрегацию. А какая семья, а кто может позволить себе репетиторов по нескольким дисциплинам? В каких городах, возможно, такое преподавание на таком уровне? Ну, наверное, в больших мегаполисах, в какой-нибудь глубинке или в школе-врайцентре такого преподавательского состава уже не будет. И такого количества, ну, такого бюджета у семьи, чтобы заниматься с ребенком. Поэтому каждый год ЕГЭ усложняется, и поступать в вузы становится, ну, сложнее. Ведущие вузы, я имею в виду. И это еще связано с тем, что количество бюджетных мест сокращается. Все-таки рыночек-то у нас решает. Все-таки у нас коммерциализация образования происходит. А коль бюджетных мест меньше, то нужно уменьшить количество выпускников с высокими баллами ЕГЭ. Для этого ЕГЭ усложняется. И все это вместе, ну, еще раз подчеркиваю, говорит вот о таком росте социальной дифференциации, что качественное образование, начиная с среднего и заканчивая высшим, могут позволить себе только богатые семьи. Поэтому ЕГЭ – это изначально, конечно, порочная была идея. Вот, она разрушила и фундаментальность образования. Но она много принесла бед, в том числе и коррупционную составляющую, еще большую, чем она была. Но дальше колоссальные деньги родители тратят на репетиторов. Здесь надо начинать с серьезного обсуждения этой темы и поиска реальных механизмов постепенной отмены ЕГЭ и замены ЕГЭ на что-то действительно содержательное и лучшее, которое бы не испортило еще дальше нашу школу, как среднюю, так и высшую. А так вот с кондачка эти проблемы так не решаются внесением каких-то законопроектов отдельных, касаемо, например, техникум.